1 марта в Национальном выставочном центре Белэкспо прошел большой разговор с президентом. Во встрече приняли участие более 200 человек. В их числе представители различных сфер – политологи-экономисты, работники реального сектора экономики, общественных объединений и конфессий, а также средства массовой информации. Прямую трансляцию вели телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». За ходом встречи внимательно следили и корреспонденты нашей телерадиокомпании. В начале разговора президент подчеркивает – закрытых тем быть не должно. Александр Лукашенко отмечает большую важность диалога, в котором участвуют все – народ, власть, представители белорусского и международного медийного сообщества, эксперты в самых разных сферах. Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события – ежегодного послания президента народу и парламенту, отмечает глава государства. Наш президент – очень сильный лидер. И всякий раз это думаешь, что белорусскому народу повезло, что у нас такой лидер. Беларусь не такая большая страна, но в то же время президент себя чувствует превосходно рядом с мировыми лидерами, такими как Путин, Меркель и другими. И берет чувство гордости за нашу Беларусь, за нашего президента. Еще одна цель встречи – восполнить дефицит информации в таком, казалось бы, насыщенном медийном пространстве. Несмотря на его активное развитие, эксперты отмечают дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории, отмечает президент. И самый первый вопрос, который волнует всех – развитие союзного государства. Александр Лукашенко убежден – Беларусь и России необходимо быть вместе. Братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. Работники открытого акционерного общества «Милковита» за ходом большого разговора с президентом следят во время обеденного перерыва. Особенный интерес вызывают слова главы государства о торговых отношениях с Россией. Александр Лукашенко обращает внимание. Беларусь поставляет на рынок свою самую лучшую пищевую продукцию. Однако в России существует большое давление определенных групп, и поставки часто блокируются. Работая на предприятии, зная все технологические процессы, видя их, наблюдая, в принципе, могу делать выводы, что на самом деле у нас предприятие выпускает качественную продукцию, безопасную. Эту продукцию употребляет моя семья, мои дети. Я ее употребляю. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Экономическому блоку во время большого разговора особое внимание. Очень важно, чтобы экономика каждого предприятия позволяла ему стабильно развиваться. В качестве примера открытое акционерное общество «Гомельстекло». Пять лет назад оно не могло рассчитаться с кредитами, полученными для модернизации производства. Принятое главой государства решение об отсрочке выплат позволило предприятию не только исправить ситуацию, но и уверенно чувствовать себя на рынке, в том числе международном. Без внимания главы государства не остается также тема развития предпринимательства и организации самозанятости населения. В стране сегодня многое сделано для того, чтобы человек мог двигаться в выбранном направлении, зарабатывать для себя и своей семьи. Для этого созданы все условия, начиная от малого предпринимательства до сферы IT. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, только где-то вообще ничего не платишь, так называемое самозанятое, и еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел, и не пустили человека работать. Большой разговор с президентом продолжался почти семь с половиной часов. Это прекрасная возможность не только подвести итоги 2018 года, но и в целом обсудить самые яркие, резонансные события. С белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.